Приветствую вас уважаемые коллеги трейдеры, вы на канале АМаркетс, меня зовут Виктор Паньков. В этом видео мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Сегодня мы рассмотрим немножко больше инструментов, поскольку поступила заявка рассмотреть алюминий, уголь и натуральный газ. Но на постоянной основе я честно не вижу смысла эти инструменты включать, поскольку, во-первых, по ним на терминалах Forex скальпировать очень глупо и бесперспективно. А во-вторых, это все-таки сезонный актив, поэтому если сейчас на нем можно заработать, то не факт, что через месяц ситуация будет точно такая же. Поэтому мы просто рассмотрим, какие тенденции там возможны в ближайшее время и, надеюсь, они вам как-то помогут. Начнем мы, как обычно, с S&P 500. S&P 500 вчера, как видим, прекрасно оттестировала тот диапазончик, который мы прогнозировали. Сейчас мы уверенно летим в восходящем направлении. Ближайшая цель по данному полету, ну давайте посмотрим относительно абсолютного максимума. Это у нас 4403. Далее следующая цель 4458. От этих уровней мы оттолкнемся и здесь можно будет поймать какую-то коррекцию и залететь вместе со всеми в ланги. Уровни поддержки для данных котировок у нас будут 43.32, 43.56. Соответственно, вот такой примерно сценарий мы ожидаем по данному активу. Далее, евро-доллар. По евро-доллару мы вчера прекрасно отработали, как я уже говорил, касание ключевого уровня. Сегодня ночью оттолкнулись от уровня ключевой поддержки, точнее сопротивления. Сейчас как раз тестируем уровень поддержки. Поэтому идея у нас с вами будет следующая. С текущих позиций можно попробовать так агрессивненько зайти в ланги и отработать трехсоставное движение. То есть, выглядеть это все будет именно вот так. Трехсоставное движение в район примерно 1.1760. Отсюда, соответственно, будем уже смотреть, как поведет себя цена. Вполне возможно, что еврик немного уронит до уровня глубокой коррекции 1.1714. Отсюда также можно будет рассмотреть ланги. Ну а если мы пойдем ниже, ребят, все-таки 1.17 это очень сильный уровень. И как видим в прошлый раз, несмотря на импульсность нисходящего движения, мы все-таки ушли в восходящем направлении. Поэтому вполне возможно, что цену в районе этого уровня удержат и развернут в восходящем направлении. Тем более, что видим размерность старшего таймфрейма у нас прекрасно выполнилось. Поэтому я все-таки буду здесь ждать возобновления восходящего движения. И вам рекомендую делать то же самое. Фунт-доллар. По фунт-доллару также мы отработали прекрасно ключевой уровень. Сейчас пока что формируется восходящая свеча выше котировки 1.3667. Поэтому мы ждем дальнейшего восходящего движения до одного из уровней сопротивления. 1.3714 и 1.3751. От любого из этих уровней можно рассмотреть дальнейшее движение в нисходящем направлении. Поскольку тренд у нас здесь такой боковой. Поэтому можем в принципе пойти куда угодно. Если же будем закрепляться выше этих уровней, тогда будет логичнее рассмотреть восходящий тренд. И здесь уже будем действовать по ситуации. Далее. Доллар. Японская иена. Как видим, практически мы выполнили подход к котировке 1.109.721. Здесь я бы честно ожидал всего что угодно. Потому что здесь у нас находится объемный уровень. Если уж у нас этот уровень не пустил цену, то вполне возможно, что мы уронимся вниз до котировки 1.109.009. Это ключевой уровень, про который мы с вами уже говорим не первую торговую неделю. Но никак не можем к нему подобраться. Все. Ну или если не все, то по крайней мере многое указывает на то, что этот уровень очень интересен. Для того, чтобы цена до него дошла. Поэтому вполне возможно на текущей неделе у нас это осуществится. Будьте внимательны. Идем далее. Доллар канадец. По доллар канадцу пока что мы застряли в небольшом флейте. Мы проторговали уровень минимальной коррекции. Вчера я рекомендовал не заходить от него в лонги, а подождать все-таки какой-то более понятной ситуации. Сейчас у нас здесь идея следующая. У нас есть вот эта проторговка. Вот этот уровень баланса. Сейчас мы его тестируем. Трехсоставное движение нисходящее мы выполнили. Соответственно сейчас по идее нам ничто не мешает отработать восходящее движение. Но меня здесь смущает реально вот этот факт. Посмотрите внимательно на структуру. То есть импульс, проторговка, восходящее движение. Такое же нисходящее движение. Но блин, если брать канадец, то мы с вами говорили, что он в таких ситуациях отрабатывает точно так же. То есть он очень резко возвращает свои позиции и может урониться вплоть до того места, откуда изначально начинал движение. Поэтому здесь на свой страх и риск можете попробовать залететь в лонги, но я этого делать не буду. Я пока подожду, понаблюдаю, что же будет происходить с ценой. Потому что если мы пойдем вот на такое трехсоставное движение, то я лучше вот отсюда зайду. Здесь у меня будет больше причин это сделать. И спокойненько отработаю это восходящее движение. Доллар-франк. Доллар-франк пока находится в небольшом флейте. Здесь ничего у нас не происходит. Мы просто добрались до уровня проторговки и перешли в баланс. Ключевым здесь уровнем является 0.92.82. Если мы его пробиваем и закрепляемся выше, то можно сразу же присоединиться к движению в восходящем направлении. Если же мы его не пробиваем, как это сейчас происходит, ну примерно просто тестируем, то лучше подождать, когда цена дойдет до одного из уровней поддержки. Это 0.92.60, 0.92.232. И отсюда уже спокойно работать в лонг. Австралиец-доллар. Надеюсь, все вчера прекрасно эту сделку отработали. На текущий момент 49 пунктов ваша прибыль. Напишите, пожалуйста, в комментариях обязательно, кто вчера заходил в эту сделку. Мы этот уровень с вами разбирали неоднократно и не первую неделю. И говорили, что да, цена туда стремится. Она может до туда добраться. И вот оно, аллилуйя, свершилось. Поэтому очень хочется знать, у кого получилось. Напишите, пожалуйста. На текущий момент у нас ситуация следующая. Надеюсь, вы уже перевели сделку в безубыток и зафиксировали часть прибыли. Потому что дальше сценарий может пойти совсем по-другому. Во-первых, мы видим, что есть хороший уровень сопротивления 0.92.79, от которого мы прямо сейчас можем уйти в нисходящем направлении до котировки 0.7195. А с другой стороны, если мы проторгуем этот уровень и будем закрепляться выше, то у нас откроются прекрасные перспективы лонгового движения, где у нас есть неоттестированных 2 зоны ликвидности. Поэтому у нас здесь будет идея с вами следующая. А идея здесь будет такая, что мы просто понаблюдаем за тем, как ведет себя цена. Если хотите зайти агрессивно, то можно сделать это прямо сейчас в шорт. Если не хотите, то тогда я рекомендую просто подождать, пока цена снизится вниз. У нас здесь позиция открыта, соответственно, заработок какой-то мы уже получили. Если цена будет закрепляться выше вот этой котировки, мы просто добавимся по рынку и отработаем полным объемом это движение. Ну а если нет, то затаримся вот здесь внизу. Тоже неплохое место. Так, новозеландец. Новозеландец, как я вчера уже говорил, оттестировал те уровни, которые мы прогнозировали. Здесь все хорошо. Осталась внизу зона ликвидности неоттестированная, но вполне возможно мы сейчас в скором времени к ней придем. Сейчас я рекомендую дождаться коррекционного восходящего движения, причем даже не до уровня минимальной коррекции. Мне кажется, он здесь уже не удержит цену. А до уровня глубокой коррекции, потому что здесь у нас прям все тенденции сходятся в одной. Обратите внимание, здесь есть и нижняя граница трендового канала, раз, и уровень минимальной коррекции более старшего таймфрейма, два, и еще и зеркальный уровень поддержки и сопротивления ранее пробитой проторговки, три. Короче, вот отсюда мы будем с вами шортить. Это у нас уровень 0.7056. Потенциал данного шорчения у нас будет, давайте посмотрим, ну примерно вот сюда мы придем. Это как раз уровень глубокой коррекции старшего таймфрейма. И верхняя граница нижней зоны ликвидности. Все в цвет, ребят, отрабатываем. Золото. По золоту, если честно, я сидел думал, что тут делать, и я не понимаю, что с ним делать. Может это, конечно, прозвучит как тавтология или глупость, но реально, посмотрите, после вот этого срыва цены у нас сплошные объемные уровни. То есть, фактически через каждые 16 пунктов у нас проходит аномально высокий объем по золоту. И каждый уровень как бы вроде считается главным. И непонятно, то есть, как у нас вообще здесь распределяются границы. То есть, у нас есть какой-то диапазончик, в котором мы находимся. Сейчас он на текущий момент вот такой диапазончик. И вроде как бы все хорошо, можно отрабатывать движение внутри этого диапазона, но давайте так, предположим, вот мы оттестировали сегодня утром уровень ПОК. Сейчас мы уже нарисовали другой уровень ПОК. Теперь у нас получается цена застряла вот в этом канале, который, ну всего лишь 35 пунктов, это ни о чем. Для золота тем более ни о чем. С другой стороны, можно как бы предположить, что здесь сейчас будет восходящее движение и отработать вот эту идею. Ну, как-то примерно вот так. Но опять же, а как быть вот с этим уровнем ПОК? То есть, получается, если мы зайдем с текущих позиций, у нас здесь нет ключевого уровня. Если мы подождем спуска до ключевого уровня, вы посмотрите, сколько сопротивления останется сверху. Вообще у нас хватит сил-то для того, чтобы вырваться вверх или нет. В общем, я честно не знаю пока, что здесь по золоту делать, поэтому вам рекомендую тоже присмотреться, не принимать каких-то решений. У нас есть вот эта пустота, поэтому если мы выйдем за границу флетового диапазона, мы однозначно эту пустоту отработаем. А если мы не выйдем, то, блин, давайте подождем. По серебру ситуация чуть лучше. Здесь у нас такого флетового накопления нет. Здесь прямо сейчас происходит, кстати, интересная штука. Многие бы сказали, что здесь есть вот такой вот триугольник. Триугольник. Вот такой. Поэтому основная идея у нас будет это отработка данного треугольника. Ну или вымпела, или как вы его не назовите. Короче, это не важно. Это у нас некий уровень баланса. Причем этот баланс потихоньку нарушается, потому что уменьшается амплитуда. Видите? То есть давит все сильнее и сильнее. Поэтому мы ожидаем выстрела. Что мы здесь делаем? Мы просто отработаем пробой по данной фигуре. Вот сейчас мы идем потихоньку к верхней границе. Как только мы будем пробивать верхнюю границу, я вам рекомендую открыть лонговые позиции, стоп-лосс спрятать за противоположную границу. И соответственно при прохождении расстояния равного стоп-лоссу сделку сразу же перевести в безубыток. Что это нам даст? Ну, во-первых, мы отработаем выход из накопления. По серебру это всегда очень приятно. Это такой хороший инструмент в этом плане. Если мы вдруг при тестировании уровня 22-532 развернемся и пойдем дальше в нисходящем направлении на обновление локальных минимумов, хотя здесь как бы уже есть дивергенция, поэтому я все-таки думаю, что мы пойдем вверх. Но мало ли, если вдруг пойдем вниз, то нас благополучно выбьет по безубытку. То есть по сути говоря мы ничего не потеряем. Но если даже мы закроемся по стопу, стоп здесь относительно небольшой, поэтому ничего страшного не произойдет. Но в любом случае потенциал у нас именно на эту размерность, это стоп пункта с начала движения, котировка 23.088 целевая. Нефть марки Brent. Выполнили вчера размерность, сегодня снова выполнили ту же самую размерность. Я рассчитываю, что мы сейчас пробьем вот эту линию и пойдем в восходящем направлении к котировке 76.50 и к нижней границе верхней зоны ликвидности 76.38. После достижения данного диапазончика, я думаю, что мы нарисуем какой-нибудь разворотный паттерн и уйдем в нисходящем направлении на неплохую коррекцию к нижней зоне ликвидности. Это у нас 70.10. Вот такой сценарий мне видится по нефти. Вы можете с ним согласиться, можете с ним не согласиться, но я считаю, что рынок нефти в данный момент немножко перегрет. И несмотря на то, что мы вроде как бодренько идем к обновлению локального максимума, то ситуация может поменяться очень даже неплохо. Так, доллар-рубль. По доллар-рублю ситуация следующая. Мы с гэпом открылись вниз, сейчас выполнили вот эту размерность и оттестировали зону целевую. Сейчас здесь очень хорошая перспектива для того, чтобы закупиться и отработать движение 100 пунктов в восходящем направлении. Поэтому, кто еще этого не сделал, рекомендую вам это сделать. Если вы хотите более какой-то удачной точки входа или, допустим, не верите, что мы можем прямо сейчас отсюда оттолкнуться, можно подождать, когда цена достигнет уровня 72.992, потому что здесь у нас есть и объемный уровень, и ключевой уровень, и плюс размерность. Поэтому дополнительная сила, дополнительная мощь. Отсюда также можно отработать это движение. Но здесь однозначно мы пока смотрим в лонг. Вот эту линию мы уже с вами можем удалить, потому что она не актуальна. Что касается дальнейшей перспективы, ну, нисходящего движения здесь я не вижу. Смотрим именно в лонг, по моему мнению. Далее, биткоин. Биткоин, как видим, прекрасно отработал ключевой уровень, который мы ему обозначали. Причем, видим, выполнилась размерность, про которую мы тоже говорили. Отработали мы уровень 40 тысяч, но я опять проморгал эту сделку. Да, такое бывает, когда выстреливает ночью, а с вечера ты не рассчитываешь на то, что такое мощное движение будет. Поэтому, увы и ах. Сейчас мы двигаемся в восходящем направлении. Тарам-тарам-тарам-тарам. Ближайшая цель у нас это 43,885, более дальняя 45,712. Но вообще по размерности мы можем уйти даже еще чуть-чуть повыше, к зеркальному уровню 46,687. Поэтому с текущих позиций я рекомендую рассмотреть лонговые позиции, но не прямо сейчас заходить в лонги, но это глупо, ребят. Если вы, кстати, напишите в комментариях, может быть, кто-то заходил вот от этого уровня, потому что я обычно ставлю лимитки на такие прострелы, но здесь что-то я действительно тупанул и не поставил. Хотя мог бы сейчас очень даже неплохо заработать. Мне будет интересно за вас порадоваться. Так. И, значит, что мы сейчас делаем? Что мы сейчас делаем? Смотрите, у нас есть вот эта размерность, она неотработанная еще со времен вот этого срыва цены. Сейчас мы локальный минимум обновили, поэтому вполне возможно у нас здесь зреет новая размерность, вот такая. И по этой размерности, если мы скорректируемся к одному из уровней, мы можем как раз прийти, ну, где-то плюс-минус в район уровня глубокой коррекции 737,635. Но конкретно я в это не особо сейчас верю, что биток вот так возьмет и упадет до этих значений, я все-таки считаю, что мы сейчас потихоньку пойдем сюда. Здесь будет какая-то проторговка, потом выход и движение к котировке 55,788. Вот как-то так не видится сценарий по биткоину. Ну, как это будет в реальности, посмотрим по факту. В любом случае, если вы здесь не зашли в ланги, то сейчас заходить уже поздно, нужно найти какое-то подтверждение, какой-то паттерн, и тогда уже принимать решение. Так, натуральный газ. По натуральному газу у нас следующая ситуация. Здесь мы выполнили двухсоставное нисходящее движение, вот оно было. И у нас здесь есть объемный уровень, чуть ниже, 4910. И есть ключевой уровень поддержки, 4934. Мы, по идее, вчера от него оттолкнулись, и сейчас идем в восходящем направлении. Шортить натуральный газ сейчас как минимум глупо, как максимум очень глупо, потому что тренд здесь явно восходящий. Конечно, многие могут поспорить, допустим, и сказать, что типа вот так вот мы еще не пробили тренд, а если мы построим вот так, то здесь уже произошел слом тенденции, все нисходящее направление и так далее. Не забывайте о том, что натуральный газ, уголь, пшеница, кофе, да блин, все что угодно, это сезонные товары. А если это сезонные товары, то они подвержены тенденциям именно сезонным. И сейчас у нас грядет период отопления, поэтому шортить энергетический сектор при наступающем сезоне отопления, это как минимум глупо. Поэтому давайте будем реалистами. Тренд у нас здесь явно восходящий. Все, что мы сейчас наблюдаем, это не что иное, как коррекция. Насколько эта коррекция глубокая или неглубокая, так, давайте с вами посмотрим, где у нас. 365-я средняя скользящая экспоненциальная. Так, ой, так, нет, здесь все правильно. Так, она здесь, а 165-я будет примерно вот так проходить, я думаю. Так, ой, не 165-я, а 135-я. Так, а, даже так. Ну, вот сами смотрите, мы находимся в диапазоне средних цен. То есть вот восходящий тренд, явный диапазон средних цен. Ребята, отсюда надо покупать. Покупать, покупать, покупать и держать до обновления локального максимума, не иначе. Мне видится именно так, эта картинка. Так, идем дальше. Алюминий. По алюминию у нас здесь флет. Флет, причем флет очень неоднозначный. Посмотрите внимательно на это движение. То есть движение вниз и после этого перешли во флет. Согласен, что тренд восходящий. Согласен, что как бы объективно у нас не так уж и пробита линия поддержки. То есть если так посмотреть, ну да, мы ее оттестировали, но мы ее нифига не пробили. Продолжаем двигаться в восходящем направлении. Ну и вроде как сама картинка-то выглядит очень красиво. Такой тренд хороший. Но с текущих позиций я ничего делать не буду. Если я и буду покупать, то только после того, как цена закрепится выше вот этой котировки на 2909. Потому что это у нас граница флета. Если уж мы обновим здесь максимум, то тогда пойдем в восходящем направлении. Если не обновим, то не пойдем. Хотя вот здесь вот была, видите, какая ситуация. Мы вроде как обновили максимум. Даже две свечи закрылись выше этого максимума. А потом раз и скорректировались вниз. Более консервативная точка входа у нас находится по трехсоставному движению внизу. В районе уровня 27.72. Здесь у нас есть объемная зона чуть ниже на котировке 27.48. Поэтому где-то вот в этой области вы можете консервативно зайти в покупки. Более дальние цели по покупкам это 26.73. Но будьте внимательны, если вы собираетесь усреднять свою позицию. Это здесь сделать можно, поскольку это будет усреднение по тренду. Но тонкость в том состоит, что рассчитывайте правильно депозит. Я не знаю какая маржинальность у этих инструментов. Я их не торговал никогда. Поэтому возможно, что там большим объемом вообще не стоит лезть. Ну и цели по восходящему движению 30.85, 31.59. Так, и уголь. Уголь в данный момент тестирует уровень глубокой коррекции по отношению к последнему восходящему движению. Двухсоставное максимальное движение у нас также выполнено. Поэтому с этих позиций можно смело заходить в лонг. Я считаю, что это хорошая сделка. Если посмотреть по размерностям, куда мы можем плюс-минус прийти по потенциалу именно. Но это коррекция, конечно, с одной стороны. Но с другой стороны, как видите, у нас есть вот этот уровень проторговки. И есть вот этот уровень проторговки. По сути, какой-то из них может цену развернуть и опрокинуть дальше. Но что касается вчерашнего уровня, я считаю, что здесь будет следующая картинка. То есть выход, ретест и поход в восходящем направлении. Здесь также есть еще одна размерность. Про нее не надо забывать. Вот эта. Она также может отработаться. Но вот конкретно с текущих позиций, я думаю, что мы пойдем в лонг. И какими-то коррекциями, проторговками. Но мы все-таки дойдем до вот этих целей 95 ровно. 95.00. Поэтому по углю у меня мнение именно такое. Что касается возможности нисходящего движения. Не вижу сейчас какой-то такой перспективы нисходящего движения. Я понимаю, конечно, что у нас в основном котельные работают на натуральном газе и на уране. Наверное, на уране или на каком-нибудь изотопе урана. А уголь как бы уже не используется. Тем не менее, все равно это топливо. И топливо достаточно востребованное, серьезное. Поэтому не исключено, что все-таки цена возобновится и пойдет в восходящем направлении. Тем более, что вы сами видели, как подорожал газ. Может быть, какую-то альтернативу будут искать. В любом случае, здесь я пока вижу именно восходящее движение. Но будьте внимательны. Сразу же переводите сделку без убыток, как только пройдете хотя бы 12-15 пунктов, чтобы себя обезопасить. На этом все. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Хорошего дня и удачной торговли. Субтитры сделал DimaTorzok